Израиль продолжает демонстрировать то, как надо правильно бороться с терроризмом. Так, во вторник авиационным ударом по объекту, расположенному на севере сектора Газа, был уничтожен командующий силами исламского джихада Баха Абу Аль-Ата. Согласно информации вооруженных сил Израиля, он непосредственно ответственен за сотни террористических атак против израильских гражданских лиц и военных. Абу Аль-Ата был ответственным за большую часть деятельности палестинского исламского джихада в секторе Газа и был бомбой с часовым механизмом. По словам официального представителя ВС Израиля, бригадного генерала Хидая Зильбермана, вооруженные силы около недели ожидали подходящего момента для проведения этого точного удара. Зильберман подчеркнул, что Израиль не собирается возвращаться к целенаправленным убийствам, подчеркнув, что это был единичный инцидент. Сахал не заинтересован в эскалации, но мы готовы продолжать борьбу с любым, кто пытается поставить под угрозу безопасность Израиля. Как-то это очень напоминает легендарную речь нашей землячки и впоследствии премьер-министра Израиля Голдемейр, якобы сказанные ею в телефонном разговоре с госсекретарем США. Израиль не имеет ядерного оружия, но в случае необходимости мы его применим. Так и здесь налицо точечный, ювелирный удар, который привели к гибели организатора террористических атак на Израиль. Сразу после того, как в секторе газа стало известно о ликвидации полевого командира, оттуда на территории Южного и Центрального Израиля было выпущено несколько десятков ракет. Как сообщает армейское командование, часть ракет удалось перехватить силами системы ПВО «Железный купол», а часть попала на пустыри и не причинила ущерба. Но израильтяне ожидали такого развития событий, и в ответ было нанесено еще как минимум два авиационных удара, которые ликвидировали пусковые установки и расчеты палестинских ракетчиков. После этого обстрелы прекратились, а израильская армия приготовилась к нескольким дням активных боев. Что тут хочется отметить, так это последовательность действий Израиля. Он просто выкашивает организаторов террора, и каждый последующий лидер может обозреть судьбу предшественников и представить то, что в конце концов ожидает его самого. Безусловно, не будь внешних каналов поставки вооружений и вообще логистики, эта война уже давно бы закончилась. Но серьезные деньги, подкидываемые в топку конфликты из Сирии, а также оружие и другое снаряжение, делают конфликт перманентным. Думаю, что однажды Израиль таки придет к выводу, что постоянное вычерпывание воды из лодки не принесет успеха, пока не будут заделаны отверстия, в которые она поступает. А это может означать лишь одно – прекращение засосов с Москвой. И тут нет ничего надуманного. Все войны, начиная с 1956 года, которые арабы вели против Израиля, спонсировала Москва. Сейчас она делает ровно то, что делала все эти почти 70 лет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok